Мы надеемся, что с этого дня ваши имена будут вписаны в Божью книгу. В ту книгу, согласно которой каждый из вас будет наследовать вечную жизнь. И хотелось бы, перед тем, как мы будем входить в воды бассейна, во свидетельство каждый из нас мог сказать «Да, Господи, я верю». Когда я буду зачитывать пункт вероучения, вы во всеуслышании можете утвердительно, громко заявлять о своей вере, потому что это ваше решение. «Я верю, что Отец есть истина, Сын есть истина, и Дух Святой есть истина, и они едины между собой». Да, можете говорить. «Я верю, что смерть Господа нашего Спасителя искупительная жертва за мои грехи». Я верю в это. Спасибо. Я признаю, что Библия является богодухновенным Словом Божьим и единственным мерилом для моей жизни. Я верю, что Спаситель совершает ходатайственное служение за мои грехи в небесном храме. Я верю, что силой Святого Духа, благодаря благодати Божьей, я рождаюсь для новой жизни во Христе Иисусе. Я принимаю и желаю с Божьей помощью исполнять все десять заповедей Закона Божия, в том числе и заповедь о субботе. Я верю, что мое тело есть храм Святого Духа, и поэтому я желаю чтить Бога с заботой о своем теле, не употреблять алкогольных напитков, наркотиков, табак, нечистую пищу и все, что разрушает мое здоровье. Я верю, что Бог наделяет свой народ духовными дарами, одним из которых является дар Духа Пророчества. Я верю, что полное погружение в воду, в обряде омовения и крещения выражает мою веру в смерть и воскресение Спасителя, и служит залогом моего воскресения. Я желаю участвовать в поддержании работы Божьей десятиной и добровольными пожертвованиями, а также своим личным влиянием. Я верю в скорое пришествие Иисуса Христа для нашего вечного спасения. Я верю, что Дух Святой – единственный учитель и наставник, утешитель, который поможет мне исполнять Божьи заповеди и всегда пребывать в чистом учении Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Я приглашаю к молитве, чтобы Церковь могла встать. Я приглашаю Николая Борисовича как пастора, чтобы мы вместе могли помолиться об этом решении, чтобы каждая душа, каждый брат и каждая сестра отныне и вовеки действительно могли принадлежать Господу. Сегодня в служении будут участвовать пасторы – это Николай Борисович и Павел Павлович. Приглашаем всех к молитве. Если есть желание, возможность, преклоним колени. В зале по желанию, здесь мы на сцене преклоним колени. Всемогущий и любящий Небесный Отец, во имя Сына Твоего, нашего Господа Иисуса Христа, мы приходим к Тебе в этот особенный и торжественный для всех нас день. Мы признаем Тебя как Господа, Творца неба и земли. Мы признаем Тебя как нашего Искупителя, отдавшего свою жизнь, дабы мы жили не только здесь на земле, но и в вечности. Мы признаем Тебя как нашего Исцелителя. Мы признаем Тебя как того, который знает конец от начала. Как того, который есть убежище, в котором мы можем укрываться. Как основание, как скалу, на которой мы можем всегда полагаться. Но, Господи, в этот особенный и торжественный день возносим Тебе славу и честь. И огромную благодарность за то, что любовь Твоя действует в этом мире. И привлекает к Тебе многих и многих людей, чему мы сегодня и свидетели. Мы благодарны Тебе за эти дорогие души, которые совершают перемещение в пространстве. От территории зла и греха на территорию Твоей любви. И мы желаем, чтобы на этой территории они всегда чувствовали себя комфортно. Чтобы всегда любовь Твоя пронизала их. Чтобы всегда они ощущали Твою помощь и поддержку. И чтобы всегда чувствовали Тебя рядом с собой. Мы, Господи, верим, что сегодня все это произойдет. И верим, что сегодня Ты омоешь их в водах от нечистоты этого мира. Что в этой водной могиле останется вся их прошлая жизнь. И они дадут Тебе обещание иметь новые отношения с Тобою. Жить другой жизнью. Жизнью, которая будет менять их характер. И он будет уподобляться все более и более небесному образцу. И мы верим, что сегодня произойдет помазание Духа Святого, с которым они будут совершать этот земной путь. Отдаем, Господи, в Твои любящие и заботливые руки. И верим, что сегодня имя Твое будет достойно возвеличено и прославлено. Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы были свидетелями исповедания веры. Мы обратились к Господу, чтобы Он благословил это служение. И я также прошу, чтобы каждый из нас выложил свое желание и свое рвение помогать, вдохновлять, поддерживать наших дорогих братьев и сестер. Чтобы каждый из нас мог принять их в нашу большую Божью семью. Если вы согласны с этим, я прошу, чтобы ваши руки были свидетельством того, что мы готовы поддерживать веру этих людей, готовы вместе с ними молиться, готовы вместе с ними идти по тому пути, который ведет к вечности. Большое спасибо. Сейчас будет проходить служение и крещение, поэтому, пожалуйста, пасторы могут пройти вперед. И все, кто принимает крещение, сможете по порядку проходить и заключать завет с Господом. Я еще раз хочу представить тех пасторов, которые будут сегодня совершать этот святой обряд, святое служение и крещение. Анатолий Васильевич Зубович, пастор общины Замоскворецкая. Николай Борисович Семиин, пастор общин Кунцевская и Одинцовская. У нас будет официальная трансляция, которую вы сможете увидеть на экранах. Мы верим, что вы останетесь на своих местах, никому не будете мешать. Будут фотографы, которые смогут отснять весь этот процесс, и каждый крещаемый, каждая церковь получит те кадры, которые для вас будут важны. Я верю, что в общинах вы сможете это показать. Апостол Иоанн, первое соборное послание, третья глава. Мы попросим кандидатов на крещение пройти воды бассейна. Когда вас уже здесь ожидают. Наверное, сегодня волнение не только у тех, кто входит, но волнение у тех, кто помог этим людям подойти к этому месту. Волнение у всех сестер и братьев, которые будут наблюдать сегодня этот торжественный момент крещения. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию жизнь вечную, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели, и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, о наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Дорогие сёстры Руфта и Нушик, в исповедании веры вашей в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, пожеланию вашему мы крестим вас сегодня во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Со Христом для новой жизни. Слава, слава, Аллилуйя! Слава, слава, Аллилуйя! Слава, слава, Аллилуйя! Небесному Отцу! Сам же Господь наш, Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давший утешение вечное, и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца, и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Дорогие сестры Оксана и Наталья, в исповедании веры вашей в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, в этот торжественный момент вашей жизни, когда небо соединяется с землею, в ваше исповедание и в ваше желание быть с Господом и с Его Церковью. Мы с радостью крестим вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь! Аминь! Со Христом для новой жизни! Слава, слава, Аллилуйя! Слава, слава, Аллилуйя! Слава, слава, Аллилуйя! Небесному Отцу! Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашим и не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Дорогие сестры Анна и Лидия, в исповедании веры вашей в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, в этот торжественный момент обретения настоящей жизни, по согласию вашему и по решению вашему мы с радостью крестим вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Со Христом для новой жизни. Слава, слава, Аллилуйя, Слава, слава, Аллилуйя, Слава, слава, Аллилуйя, Небесному Отцу. Ибо мы Его творение созданы во Христе и Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе и Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду и упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством Креста. И придя, благовествовал мир вам, мир дальним и мир близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Дорогие сёстры, Раиса и Нина, в исповедании веры вашей в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, по решению вашему и пожеланию вашему в этот торжественный момент обретения настоящей жизни, мы крестим вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Са Христом для новой жизни! Слава, слава, Аллилуйя! Слава, слава, Аллилуйя! Слава, слава, Аллилуйя! Небесному Отцу! А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, в семя Авраамова, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты, раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя ясницей правды моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут, как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь враждующих враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут, как ничто, совершенно ничто, ибо я, Господь, Бог твой. Держу тебя за правую руку твою и говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Продолжение следует... Дорогие сестра Светлана и брат Виктор. В исповедании веры вашей в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, в этот торжественный день, когда вы избираете жизнь, по желанию вашему и по решению вашему мы с радостью крестим вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Со Христом для новой жизни. Так говорит Господь, Искупитель Твой, Святой Израилев. Я, Господь, Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти. «Ой, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир Твой был бы, как река, и правда Твоя, как волны морские, и семя Твое было бы, как песок, и происходящее из тресл Твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя Его предо мною. Вот, и я начертал Тебя на дланях моих, стены Твои всегда предо мною». Дорогой брат Юрий, в исповедании веры Твоей в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, в этот торжественный день, начало Твоей настоящей жизни, по решению Твоему и по желанию Твоему, мы крестим Тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Со Христом для новой жизни. «Сыновья Твои поспешат к Тебе, а разорители и опустошители Твои уйдут от Тебя. Возведи очи Твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к Тебе. живу я», — говорит Господь, «всеми ими Ты обличешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины Твои и пустыни Твои и разоренная земля Твоя будут слишком тесны для жителей, и поглощавшие Тебя удалятся от Тебя. О, если бы Ты внимал заповедям Моим, тогда мир Твой был бы, как река, и правда Твоя, как волны морские». Дорогие брат Даниил и сестра Наталья, в исповедании веры Вашей в Иисуса Христа как Господа и Спасителя в этот торжественный день начала Вашей настоящей жизни по решению Вашему и по желанию Вашему мы с радостью крестим Вас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Со Христом для новой жизни. Слава, 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 Аллинуя! Слава, Слава, Алинуя! Небесному Отцу. Так говорит Господь. Во время благоприятное я услышал Тебя и в день спасения помог Тебе, и буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные. Дорогой брат Гафур, в этот торжественный день, начало Твоей настоящей жизни, в исповедании веры Твоей в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. По решению Твоему и по желанию Твоему мы крестим Тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Со Христом для новой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Где нет пути назад, Она согреет и спасет Любовь Христа, чудо и чудес. Она спешит помочь беде И на краю пропасти, Где нет пути назад, Она согреет и спасет. Дорогие братья и сестры, Дорогие крещённые, Разрешите так выразиться, Вновь обретённые братья и сестры. Как славен этот момент, прекрасен. Я слушал эту песню сейчас, Смотрел в зал и думал, знаете о чём, Что может быть наступит когда-то такое время, Когда мы будем вспоминать такие субботы С ностальгией, с любовью. Поэтому давайте ценить, Давайте ценить вот такими прекрасными субботами, Длинными, Когда мы чуть-чуть подустаём к концу, Но которые оставляют после себя Такое приятное воспоминание. Слава Господу! И я хочу вновь пригласить всех крещённых, Братьев и сестёр, 14 новорожденных для Господа душ, Выйти сюда на эту сцену вновь перед залом. Пожалуйста. Я хочу обратиться именно к вам. В Евангелии от Луки, В 15 главе записаны такие слова Иисуса Христа. Он сказал, что на небесах, Вот в такой день, как сегодня, Особая радость, Что на небесах об одном кающемся грешнике Больше радости, Чем о 99 праведниках, Которые не нуждаются во спасении. Поэтому вы должны знать, Что вот этот день, Это день радости для очень многих божьих детей. На небесах ликуют божьи ангелы. Вот так, когда Бог творил мир, Ликовали звёзды небесные, Ликовали божьи ангелы, Вот так же сегодня они радуются тому, Что вы вошли в вечный, Нерушимый завет со Всевышним. Если вы позволите Господу, Он теперь никогда вас не оставит. Он теперь никогда от вас не оступит. Но вы должны знать, Что и для всего этого собрания, Для всех свидетелей вашего заключения завета с Господом, От человеческого рода, Это тоже торжественный, важный и радостный день. Это неспроста. Мы стали свидетелями тому, Что Божье Царство, Которому все мы служим, Восстановление Которого на земле мы все ожидаем, Пополнилось новыми земными подданными Господа. Это славный день. Наши церкви, наши общины, Обогатились новыми дарами, Новыми способностями, К прославлению Божьего имени, Которыми вас наделяет Святой Дух. И вы знаете, Самое подлинное сокровище Царства Небесного, Это те дары, Которые Дух Святой разделяет между вами сегодня. Для того, чтобы вы служили Господу, Прославляли Его имя, Для того, чтобы вы помогали своим братьям и сестрам, Обретенным в этом мире, Твердо держаться Господа, Вот поэтому радуемся и мы. И, конечно, мы рады тому, Что теперь имеем надежду, Вместе с вами, Наши возлюбленные братья и сестры, Встретиться с Иисусом. И, наконец, я не ошибусь, наверное, Если скажу, что это радостный день и для вас. Правильно? Да? Да, безусловно. Вы знаете, у нас нет никаких сомнений. Мы знаем, как вы готовились к окрещению. Мы знаем, как вы шли к окрещению. Мы видим сейчас ваши глаза. Мы видим ваши улыбки. Мы видели, как вы стояли там в водной купели. Мы знаем, что это и для вас радостный день. Всегда радуйтесь, Непрестанно молитесь, За все благодарите, Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, Пророчества не уничижайте, Все испытывайте хорошего, держитесь, Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам Бог мира Да осветит вас во всей полноте И ваш дух, и душу, и тело во всей целостности Да сохранит без порока В пришествии Господа нашего Иисуса Христа Верен призвавший вас, Который и сотворит это. Аминь. Аминь. Мы рады, что вы прошли этот путь, И что вы отныне в завете с Господом. От имени всей церкви я вас поздравляю сердечно, И я приглашаю наших помощников, Братьев, сестер, Вручить цветы крещеным, И особый подарок, Книгу на память. Спасибо. 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 Продолжение следует... Если мы еще раз наших дорогих сестер и братьев теперь уже в новом статусе не представим Господу. Вы помните библейское повествование, которое гласит, когда Иисус крестился, вышел из воды, что он делал? Помните? Молился. Но сегодня мы хотим молиться о наших дорогих сестрах и братьях. Поэтому я приглашаю всех пасторов, которые присутствуют в зале, которые присутствуют здесь. Пожалуйста, братья, выйдите вперед, мы ждем вас, чтобы мы могли еще раз на руках веры и молитвы представить этих новорожденных, дорогих душ, самых ценных и самых важных. Знаете, как говорят, что маленький ребенок, только рожденный, он в семье самый важный, он самый значимый и самый ценный. И с того момента, как он появился в семье, вся жизнь семьи строится вокруг него. Сегодня были представлены общины, которые дали нам жизнь этим сестрам и братьям. И они взяли на себя ответственность заботиться, вести, хранить, представлять Богу. Для нас это огромное преимущество сегодня молиться о них. И когда будет произноситься молитва, мы приглашаем вас, дорогие сестры и братья, подняться. Мы обратимся к Господу и будем просить благословения. Отче наш Небесный, мы еще раз с особым трепетом, с особым благоговением направляем свои мысли, свои сердца к Тебе. Ты источник любви, Ты источник милости, Ты источник всякой благости. Господи, наши сердца переполнены благодарностью и счастьем от того, что мы видим сегодня, как Ты возвращаешь к себе тех, ради кого Ты умер, ради кого Ты страдал и ради кого Ты воскрес. И сегодня, Господи, мы верим, что Ты безмерно счастлив. Ты смотришь с огромным удовлетворением на подвиг Твоей души, потому что жертва Твоя была не напрасна, потому что любовь Твоя, она сегодня нашла отклик в сердцах наших сестер и братьев, которые сказали перед небом и землей, что они с сегодняшнего дня хотят быть Твоими. Господи, мы молим и просим у Тебя, как дети Твои, возьми их в свои руки. Господи, веди их по жизни с сегодняшнего момента и к тому моменту, когда Ты откроешь перед ними двери неба. Господи, открой окна небесные, чтобы они ощущали все благословения, которые Ты посылаешь им. Благослови, Господь, их всеми дарами, которые есть у Тебя, дарами неба, которые приготовлены для них. Господи, они входят в Твою семью, они входят в Твою церковь. Господи, научи их служить, дай им духовные дары, чтобы жизнь каждого из них была полезной и значимой для Церкви Твоей, чтобы еще многие и многие, кто с ними соприкасаются, могли ощутить благословение Твое посредством служения каждого из них. Господь, если встретятся на их пути искушения, даруй им твердости Духа и силы воли, даруй им особого помазания Духа Святого, чтобы то помазание, которое они ощутили сегодня и приняли сегодня, оно помогало им твердо стоять в жизненном пути и отвергать искушение дьявола. Господь, помоги им сохранить верность Тебе, несмотря ни на что. Господи, сегодня мы, как служители Твои, воздевая руки свои к небу и приглашая Тебя войти в их жизнь, просим у Тебя, Господи, благослови каждого из них отцовским благословением. Господи, помоги им ощущать себя Твоими сыновьями и дочерьми. Помоги, чтобы сегодня, войдя в Твой удел, каждый день последующей жизни был наполнен возвещением совершенства того, кто их призвал. Господи, сохрани их, благослови их, утверди их и веди их. И мы призываем Твое благословение на каждого из них. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...